добрый вечер я алексей в эфире 55 выпуск программы гербы городов россии она выходит по выходным наш город сегодня это город кудымкар на реке . акула при впадении в инву стоит кудымкар на языке коми пермяков кудымкар что означает город на реке куд первые сведения о нем датируется 1579 год в 1623 году здесь была единственная на весь бассейн инву церковь в селе значилось 40 дворов и само собой сложилось так что кудымкар стал центром инвинского края в 1850 году в кудымкаре насчитывалось около 700 жителей поселение большое по тем временам 100 дворов в 1861 году в этих местах произошел караванный бунт так как и после отмены крепостного права крестьян заставляли выполнять караванную повинность перевозить по рекам соль железо чугун внизу векам и волги в 1872 году сюда переводит управление инвенскими лесными дачами майората графа строгановых это семь приходов где находилась более слеж 0 0 деревень починков и поселков в которых обитала около 17 тысяч человек кудымкар был главным селом в майорате строгановых еще раньше здесь открывается единственная в инвенском крае больница в 1881 году земское двухклассное училище затем четырехклассная земская женская школа библиотека читальня село во многом могло сравняться с уездным городом в конечном счете это случилось в 1925 году кудымкар стал центром коми пермятского национального округа необходимо было вести огромную созидательную работу по преобразованию края прежде всего в сфере общественных отношений в самом кудымкаре строится электростанцию старого кувинского пруда чугунолитейный завод льнозавод паровая мельница ремонтные мастерские прокладывается автомобильная дорога из менделееве но самое важное создаются специальные учебные заведения больница школы детские учреждения драматический театр поначалу русский но с 1935 года коми пермятский большое внимание уделяется жилищному строительству к 1938 году в кудымкаре насчитывает 40 и 12 тысяч жителей коми пермики получаются для организации системы образования в округе в кудымкаре создается учительский институт в начальных классах работают выпускники педагогического училища также находящегося в городе специалистов для работы на основных направлениях развивающейся экономики готовит сельскохозяйственные лесной техникумы появляются торговок кооперативный техникум лесотехническое училище медицинская и музыкальные школы начало свою деятельность окружное издательство преображается внешний облик кудымкара который до 1925 года был деревянным с домиками обнесенными тонниковыми изгородями где по непролазным от грязи улицам бродил безнадзорный скот теперь это уже каменный многоэтажный озелененный город с асфальтированными улицами его население увеличилось до 35 тысяч человек здесь много сделано в области здравоохранения построены крупная окружная больница противотуберкулезный диспансер городская поликлиника старые предприятия реконструируется мастерские становятся крупным заводом возникают новые прежде всего строительные затем мебельная фабрика гарпище комбинат дом быта сад государства комбинат комитерм лес волокноль на завода охотно покупают даже в японии в юго-западной части города раскинулся плодово-ягодный питомник знаменитая пармская эрга выращиваемая здесь получила широкое распространение практически по всей россии в кудымкаре центре округа работают лучшие представители русской комиссарианской интеллигенции чья деятельность связана с образованием здравоохранением культурой герб города в лазуре вам щите идущий медведь натурального цвета обрамлен стилизованными золотой хвойной ветвью и золотым же колосом которые соединены внизу червляным прямоугольником обремененным тремя сквозными золотыми ромбами в пояс средний большой ромб наложен на парные узкие укороченные перевязи составляющие андреевский крест в червляной главе считано именование города золотыми литрами вам понравилось наше видео ставьте лайки подписывайтесь на наш канал